Сейчас окна в квартире Константина выглядят так, их не меняли со дня постройки дома. По словам Пермяка, ни желания, ни средств делать это у него нет. Течь к соседям во время дождя стала после работы наружных, которые они проводили, там швы замазывали, что они там делали. Года два назад, вот за ты, началось все. Все, комиссия приходила, фотографии делали. В итоге вот прошел год, приходит постановление, которое дают 10 дней, чтобы я исправил за свой счет. Они слышать ничего не хотят, у них инженер буквально позавчера с ним общался, говорит, то есть меняйте сами. Во время дождя вода попадает к соседям и топит их. Управляющая компания предложила Константину поменять окна за свой счет. По словам специалистов, окна в квартире – это зона ответственности собственника жилья. Если стоят старые окна и просто при косом дожде, допустим, вода проникает в квартиру, именно из-за того, что окна в неудовлетворительном состоянии, тогда, конечно, это ответственные собственники квартиры, то есть окна, они не относятся к общему имуществу, и произведить замену окон собственник должен сам. Если же вода, получается, из-за какой-либо неисправности на кровле по стене здания, допустим, дотекает до окна и через старое окно попадает в квартиру и из-за этого начинает копить, то тогда здесь будет вина, в том числе и управляющей компанией. В этом случае расходы на устранение проблемы распределяются пропорционально между управляющей компанией и собственником квартиры. Споры между жильцами и управляющей организацией – не редкость, поэтому не стоит забывать, где границы зоны ответственности жильцов, а где управляющей компанией. Если, так скажем, все это упростить, то собственники отвечают практически за все, что находится внутри их квартиры. То есть это инженерные сети, начиная от отводов от стояков, от первого запирающего устройства, то есть это вентили рядом со стояками. По электрическим сетям это от электросчетчика, вся квартирная, получается, разводка электрооборудования. Если говорить, получается, допустим, о балконах, то собственник несет ответственность за содержание непосредственно самого балкона, за исключением балконной плиты. А если так обобщить все, то у нас общее имущество – это то имущество в доме, которое отслуживает более одной квартиры в доме, то есть две и более. Здесь перекрытия, допустим, несущие стены, они относятся к общему имуществу дома. Стояки, которые по квартирам идут, канализация или переснабжение, холодные, горячие, да они тоже относятся к общему имуществу. Ну и, соответственно, все то имущество, которое находится за пределами квартиры, непосредственно, это тоже зона ответственности к СЖ или управляющей компании. А пока спор между Константином и управляющей компанией не разрешился, соседи надеются на сухую погоду.